здарова пацаны как всегда с вами снова я гриф и эта серия будет обзор тачек из nfs hit вот как вы видите я держу сегодня в руках свой телефон и это не просто так сейчас мы в него зайдем включим захват экрана и я вам в принципе покажу все машины из nfs hit которые будут в need for speed и вот которые уже сейчас анонсировали так немножко не то захватил ну ладно так приложение называется nfs hit studio заходим в приложеньку nfs hit studio вот у нас вот такое вот приложение сразу слышно звук не кстати саунд в этом приложении очень хорошо проработан прям electronic arts 3 отдельный респект за саунд из игрушки потому что здесь вот прям саунд очень хорошо проработан ну давайте вот у cars нажмем смотрим и у нас машины здесь есть так ну я здесь прокачал две тачки вот это как вы видите porsche gt3 вот 911 2 модели и nissan 180 sx type x давайте мазду например давайте даже не мазду давайте с пятую сегодня прокачаем покажу вам принципе весь performance данного приложения так угол у нас тут звуки прям кем мощная вот так немножко звук приберу потому что достаточно громкая игрушка так сказать короче рассказываю суть этого приложения вот здесь как мы видим сейчас вот она моя audi вот вот мы видим стоит у нас машина и как вы видите у нас там он снизу есть такие параметры как пейнт парс вот потом в рэп и тюнс тэнс до тюнс тэнс вот короче сейчас мы пробежимся по этим всем штучкам вот и я вам расскажу что зачем но давайте сначала пирс нажмем и тут пацаны если вы нажмете вот вот сейчас видите типа передний бампер вот точнее сплиттер вот если вы тыкните вот сюда то вы увидите тут вот все 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 прям части машины которая можно поменять так ну вот давайте rear бампер вот фронт бампер и тут ну вот на audi очень мало тюнинга прямо скажу что так тут немножко даже как вы видите подлагивает приложение так вот такой вот бампер поставим так теперь сплиттер можно поменять или добавить чтобы вы понимали вот это приложение она из себя представляет смесь двух нет форспидов а именно нет форспи 2015 года и nfs payback то есть вот те же самые бампера так тут не все хотят видимо из-за записи экрана не все применяться хотят я вот тут вот можно так потыкать просто попробовать а вот такой вот кстати неплохой да такое оставим так нет такой потому что сильно большой вот вот такой вот оставим так теперь что у нас headlines headlines такие такие о тонированная прикольно так обычная желтая не давайте вот тонированная поставим они прикольно так крылышки крылышки так крылышки у нас всего два варианта есть это вот такие и вот такие естественно от ghost games так но мы потом ее еще занизим есть вот такое остраем так тут у нас еще есть такой параметр как задние задние крылья вот хотел сказать заднем покерения задний бампер тоже есть так вот такие поставим как впереди чтобы немножко знаете расширение у нас на колесах стояла так теперь тренировка ну вот такое пацаны тонировочку давайте не они не клево будет из тренировку сделаем потому что тонируется только одна одна часть фары вот так спойлер не ну спойлер тут хотя на audi не так уж и много спойлеров я ожидал что в принципе то на audi будет много спойлеров как в пайбеке было но нет здесь вот фирменный из пайбека вот этот потом вот такое вот для дрэга но я не думаю что на audi кто-то будет дрэгрейсингом заниматься ну пускай будет пофиг и такой вот сейчас сейчас давайте вот так даже нет вот такой вот а странно теперь задний бампер такой и такой не ну поскольку у нас немножко с вес там такой есть то есть фундер я поставил туда до точнее не фундера сплиттер вот вперед то мы немножко пониже бампер поставим мушу такой эффект складывался бампер не ну тут на любители я пожалуй оставлю вот этот потому что у нас здесь как вы видите есть воздухозаборники да слушайте но богатый хочу сказать потому что я вот еще не в одной игре вот не замечал чтобы такой богатый тюнинг был и медленно audi я пожалуй там карбоновая есть вот карбоновая труба стала так но диски диски это понятно что диски сейчас здесь у нас будет все окей так а да кстати по поводу диска вот такие кстати можно оставить да прикольно диски хотя нет я еще немножко поищу вот такие 100 по поводу дисков у нас здесь есть аж три параметра это расширение можно поставить можно покрасить внутреннюю часть диска и можно покрасить внешнюю часть диска то есть полочку или как ее еще называют обод но я скорее покрашу внутреннюю часть диска потому что так тут прям вот яркость можно настроить вот смотрите эту ввожу вот сейчас так и можно настроить глубину цвета насколько у вас яркий диск не насколько точнее у вас не прозрачный цвет будет вот то есть глубину можно настраивать и яркость так давайте посмотрим что у нас здесь ухты ядреный зеленый какой чё у нас по цветам есть хотел сказать так надо что-то вот такое вот я думаю да ай идти он еще не всегда хорошо применяется вот сейчас хорошо применялся так отлично дан вот такой диск у нас прикольный а теперь смотрите я вам хочу показать что такое tune stance нажимаем на tune stance и мы видим у нас тут тоже идет три параметра это кембер фронт кембер rear и high то есть высота машины ну в принципе высота машины если еще многие понимают что это такое то кембер я вам сейчас объясню что это такое смотрите просто достаточно я говорю здесь в принципе ничего сложного нет тут достаточно просто вот так вот потянуть чуть-чуть за рычажок и смотрите что у нас происходит вот видите то есть кембер это развал схождения задний нот кстати вот так вот неплохо получается с таким развалом схождения я хотя на ауди можно было конечно не побольше на 70 давайте поставим здесь тоже 70 есть дан new car unlock it лова хорошо как раз так давайте я не доделал вверх диск так так брейкс окты смотри у нас здесь брейкс есть даже тормоза слушая one point об этом не рассказывал тут можно спид хантерс тормоза поставить не прикольно так подожди коллайдер а коллайдер это можно поменять не ну чтоб тех конечно стоп тех пацаны чем еще вопрос конечно стоп тех я же обожаю стоп тех так не применилась короче так сейчас попробую еще раз поменять нет ты знаешь не применилась ладно сейчас попробуем по цветам сделать такой цвет так ну все в принципе да мне кажется потому что сколько можно да то есть это надо поменять цвет чтоб вот это вот все применилось еще и к заднему колесу прикольно так мне кажется да да слушайте прикольного удеха получилось до долгая конечно мучился так здесь у вас есть справа сбоку кнопочка сейв вот мы ее нажимаем и у нас сохраняется машина естественно после сохранения он как вы видите предложит нам ее поместить в шоу-рум но мы отказываемся коннекту и это я потом сделаю когда куплю уже себе игрушку что все как бы сохранения применились вот потому что это официальное приложение пацаны официальный need for speed hit на мобилу если это можно так назвать вот не ночью прикольного удеха у нас получилось слушать чисто а да кстати тут еще есть называется бункер контроль чем не туда зашел так фондурочки можно поставить фендер это window mirroring вот они это эти зеркла я такие поставлю да тут тут короче просто валом настроек просто жесть лиценз плейт он номера можно даже поменять представляете еще кроме need for speed now limits на мобилу еще нигде не было такого что в нфс можно было поменять норме номерной знак себе а хотя нет вроде в пайбеке было да я чё-то пропустил как-то играл в пайбек и пропустил да вроде вроде в пайбеке была такая фигня что можно номерной знак поменять короче пацаны вот так вот попробуйте поиграетесь сайскер тренировочка ну такое так опять же сейф вот он нам опять предложит за коннекте царки ей вот чтобы в дальнейшем когда игра выйдет перенести сохранение туда мы билейтер так я подожди хотя давайте затюнингу им мини-купер мне просто интересно как вы будете не даваться мини-купер да кстати у нас там сейчас нажму close у нас там как вы видите слева есть такая троечка так сейчас объясню что это троечка делает пацаны это троечка это уровень мастерства нашего водителя но поскольку у нас точнее пока еще игра не вышла и я не могу поехать прокатиться вот туда вот на улицу вот это вот троечка это так сказать затюнинг дали потому что ну как бы стиль затюнинг принципе во всех и на фасах давали какие-нибудь премии такие да кстати можно фары сделать еще такие же черт сейчас мастерство нам дается за тюнинг пацаны то есть чем круче машину вы сделаете чем больше вы ее вот это вот за колхозе тена вот про тюнингу эти вот извините извините колхозники даешь это тем больше в принципе вы опыта в этой игре наберете ну чё давайте принципе протюнингу им сейчас наш мини-купер и мне просто чисто интересно какие тюнинга на него есть ребята я если насчет графики кстати насчет графики пацаны я сейчас играю на своем не 8 pro вот не смотрите что здесь есть сканин потому что он привезет с китая как бы сам телефон и он делал самой ми 8 pro для китайского рынка просто здесь они еще сканер ему отпечатка пальца назад поставили ну блин китайцы по поводу графики вот что хотел сказать по поводу графики пацаны графон здесь конечно очень такой сочненький я так сказал и у меня ми 8 pro вот то есть 8 гигов оперативы ddr4x и 845 snapdragon но для тех людей у кого-то mi a3 там такие слабенькие девайсы от xiaomi вот то для них есть вот такие вот три полосочки здесь и пункт settings там где можно во первых выбрать язык вот ну тут русского нету не надейтесь юай саунд но юай саунд это ну тут везде кстати для каждого тюнинга есть свой звук и вот здесь вот в разделе performance тут есть такой параметр как low performance мод это создано для тех телефонов которые не тянут этот графон точнее я смотрел обзор и запись с экрана графики на mi a3 там где стоит 625 snapdragon и как бы приложение она сама будет понижать графику причем очень так нормально вот тут вы можете кстати посмотреть вот сейчас все машинки которые у нас здесь есть так вот дальше уже все дальше не идет вот цивик пятнадцатого года есть да короче насчет графики пацаны нами а3 все очень достаточно плохо причем это ванпоинт играл нами а3 и я смотрел обзор графики нами а3 вот от ванпоинта он даже не тыкал галочку вот здесь low performance мод вот и там и так все достаточно плохо было но вот для тех у кого даже с очень низкой графикой у вам приложение кстати автоматически графику поставить с очень низкой графикой лагает вот для тех создана галочка такая low performance мод вы ее тыкаете он еще понижает разрешение и графику вот сам nfs потому что это как бы типа официальная nfs вот и по сути у вас уже ничего не должно лагать вот по сути все должно круто идти но я же говорю вот у тех у кого не дай боже лагать будет и кстати вы не надейте что у вас такая графика будет если у вас ними 8 pro потому что в данный момент я играю и записываю с экрана сми 8 pro цены так что не надейте что у вас прям все четко и такой графон будет очень требовательная вашему видео ядру игрушка точнее приложенька ну потому что вы видите да это графон need for speed hit mobile edition так сказать потому что в nfs хит намного круче графон должен был быть должен быть точнее должен был быть он еще пока не вышел на так давайте про тюня чем давайте партс вот про тюня чем наш миник сейчас смотрим ух ты нифига себе слушай прям сразу так вот скверт да прикольно так давайте следующих headlight ну headlight я пока не буду ставить только могу так чуть-чуть может противниковать так тонировочку сделать так ух ты ух ты ух ты слышишь как пошло круто смотри прикольно слушай ну конечно постарались они о молдинг можно убрать и служить а пацаны вот этот тюнинг просто берешь такой убираешь молдинг машину да прикольно в кавычках нет да не я наверное такое оставлю так сейчас посмотрим ух ты не ну прям nfs сразу жестко жестит так не пожалуй вот такое то ставлю чтобы еще вровень было вроде да вроде в район идет да в районе пацаны рай так я оставлю у себя вот такие крылья так сейчас фары до фары можно вот такие бункер control называется тонировка чисто бурунки бункер control так такая крыша такая крыша они я оставлю обычную крышу подожди ух ты же нихрена слушай с него ролику можно сделать прикинь вася то ты шо не я вот такую крышу оставлю мне такая больше нравится так тысяч просто охренеть что что вот это за лавочка что этот а что вот это за лавочка что это вообще такое это это вообще спойлером можно назвать или это просто какой-то дядя володя напился и пришпандорил сюда из фанеры какую-то фигню блин это это не спойлер пацаны это спойлером сложно очень назвать так ну ладно я наверное вот такой не знаю блин ну ну реально сложно спойлером назвать поднимаете вот такая вот лавка просто как будто взяли с парка вот это можно спойлером назвать хотя такой тоже подходит может его оставлено так диффузер диффузер вроде шнурм стоит да кстати диффузер очень подходит к этой тачке так но кому мало можете вот такой вот сюда зафигашить одобряю у меня будет рубрика потом колхоз control так ух ты занимаем прикольный слушайте ну вот так вот да прикольно занимаем потому что такое основное типа оля суперкар эдишн знаете как у макларен в бампере трубы сделаны да давай такое оставим прикольно бы так выхлоп ну выхлоп это такое дело щепотильная тут можно разный выхлоп сделать вот такой кстати прикольный так вот такое бы я сделала на типа немножко наружу который выбирает я вот такой слишком давайте вот такой вот оставим на не диски так диски 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 суши диски можно вообще самое первое поставить по ходу да вообще самое первое подходят жесть просто у нас вместо мини купера получился просто какой-то монстр пацаны потому что ну ну посмотрите на эти диски это это вообще но конфетка так вася ща 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 хотя может даже черное все меня все устраивает черное подходит четко так давай что там следующего так вот так вот такие поставим на зеркала о капот с черными полосками ты чё угораюсь хе ты знаешь на мини купер капот с черными полосками прикольно а вот так не а вот такой вот надо делать да 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 вот это прикольно вот если бы еще не было этих самых впереди фарм я бы может поставил бы этот капот потому что у нас стэнс эдишен мини купер стэнс эдишен чисто так но я поищу еще немножко хотя может даже красный красный капот капот с красными полосками оставлю как бы идет сюда так ухты прям в бампере фары жесть еще в нфс и никогда такого не было прям сразу в бампере ему светодиодные фары вставили жесть не мне нравится это оставлю так ухты жесть просто пацаны чисто мини купер стэнс эдишен и я вам отвечаю посмотри какой жесткий бампер так ну наш кстати как-то покруче смотрится мне кажется да наш наш круче смотрится так сплиттер сплиттер было блин ну в принципе дан а чё нам это самое так в left вот этого сейчас винила можно будет нанести сюда какой-нибудь и не чуть-чуть давайте мы сделаем ухты я наверное мы сделаю shift лог вот но избам потому что такое себе америка вот shift лог сейчас сюда так вот кстати очень не быстро винила переносится так вот так вот так дабыл туда азар сайт да все да такой вот у нас мини купер shift лог кстати очень неплохая проработка графики в этом воркшопе там где винилчики продаются ну чисто мини купер shift лог эдишен слушай я как угадал с винилом сэйв мини вот этот я хотя я еще стэнс не накрутил ему да добавь давай в этот шоурум там пускай будет не ну слушай у нас он получился мне кажется даже его занижать не надо я думал типа занизить но мне пока что и так нравится такой прям весь он знаешь в чем прикол он короче в одно время он похож на внедорожник в другое время он похож на крутую стенсовую тачку и поэтому вот он прям выбрал в себя с помощью моего тюнинга выбрал в себя вот эти вот две культуры вот внедорожники и стенс вот и получается очень круто и мне даже не хочется его занижать потому что ну такое ся пацаны ну блин но это уже не тот мини купер хотя очень даже неплохо смотрится как по мне даже такой так немножко развала накрутим не она нам все равно что-то не то получается так он покруче выглядит когда завышенный так сказать хотя сейчас посмотрим а что ты еще не не пацаны не хотя прикольно да ну чё круто выглядит дам давайте акисов сейчас опять и эй вот аккаунт и он попросит мэйби лейтер ну чё пацаны в пресса а стоп стоп пока еще не конец серии я хочу all cars давайте опять и затюнин он сразу все еще прикольно сразу в тюнинге они сохраняются у вас здесь так секрет кар коннекты и но я знаю уже какая-то машина будет это volvo будет вот только не тот который 242 дл который кстати у нас гаража стоит вот а другой вальваз вот не помню просто название так мне интересно еще две машины здесь затюнить а может даже и три это nissan fair lady потом а и восьмая и цивик type r вот реально интересно посмотреть на эти машины в тюнинге и ну давайте р-8 ой р-8 боже а и восьмую про тюнингу им сейчас посмотрим насколько крутой тюнинг на нее есть блин такая низко полигональная я прям не ожидал ее такую низко полигонально увидеть ну ладно давайте за тюнингу им хотя может сейчас мы ее немножечко занизим пацаны хотя не сильно то она и за низи ухты впереди уже развал и так накрутился смотри я ее завышаю развала нет я ее понижаю развал есть прикол так давайте сзади 50 я вот нет даже может вот ей можно даже 70 накрутить из перевернут 70 так есть все отлично до колеса вроде в роли стоят куда не уровне так все да так а теперь давайте посмотрим что на нее есть дурочки ухты жесть просто и бумеровский ну вообще чуть-чуть кусочек знаешь такой вот так карбон давай поставим так давай не подожди надо начинать надо начинать с бампер фронт да ухты жесть просто вот это бампер просто жесть пацаны это жесть так давайте не ну такой совсем это вульгарно смотрится хотя может быть вот этот бампер будет смотреться при должном подходе вот так хотя знаете это все приобретает новое очертание прикол так вот такие вот мы будем да так перед поставим назад естественно вот такой так ухты расширение сзади так расширение мне кажется вот так вот достаточно будет потому что прям таки не хотя вот такие вот мне кажется будет норму блин ну ну что это такое ну что не всем спасибо за просмотр ставьте лайки если ждете продолжения и следующая часть уже выйдет очень скоро так что всем пока пока